весы добрый день это расклад таро предсказания для вас на июль 2023 года вы находитесь на моем канале татьяна мин красота таро и я рассматриваю карты по моему астрологическому методу поэтому я достаю 6 карт что соответствует шести осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека итак давайте посмотрим что ждет весов в июле 2023 года итак первая карта это сектор весов партнерские отношения и здесь шестерка чаш или шестерка кубков возможно многие из вас будут вспоминать свои прошлые отношения либо каким-то образом партнер либо партнерша с которыми вы когда-то встречались снова войдет вашу жизнь у кого-то это действительно возврат к бывшим отношениям у кого-то просто воспоминания у кого-то кармический партнер который похож опять на вашего предыдущего партнера потому что ну вот например в астрологии да часто такое говорят что мы входим опять в такие же похожие отношения мы все время выбираем себе похожих партнеров потому что мы еще не проработали какой-то цикл какие-то кармические задачи с одной стороны может быть это так но с другой стороны если вашей астрологической карте заложена определенный образ партнера да он всех есть в астрологической карте то наверное очень трудно отойти от него и вдруг поменяться настолько да чтобы выбрать совершенно другого человека да конечно мы можем выбирать похожих людей и в какой-то степени это нормально потому что мы выбираем подсознательно какой партнер у вас в карте заложен то плюс минус там да так и будут ваши отношения и чтобы проработать их нужно много лет жизни поэтому здесь шестерка кубков она говорит о том что возможно вам придется вернуться как как-то в прошлое отношения мы сейчас еще будем открывать эти карты чтобы посмотреть что еще здесь о партнерских отношениях будет заявлено это шестерка пентакли в секторе денег прекрасная карта у вас доходы может быть небольшие но долгожданные заслуженные это доходы какие-то премии выплаты деньги партнера подарки вы можете ждать каких-то интересных поступлений я думаю да если вы хотите делать какие-то махинации связанные деньгами то наверное они очень возможны может быть даже на что здесь может быть может быть вы сами захотите одарить вашего партнера не обязательно партнера просто вложить деньги сделать какой-то подарок но здесь вот как бы символ даров почему я говорю про подарок так много да потому что эта карта шестерка динария в колоде нефертарий который у нас сегодня на столе это карта даров подношений то есть либо вам кто-то подносит либо вы кому-то делаете подарки но если вы в любом случае деньги для денег это неплохая карта в секторе общения выходит иерофант такой старший аркан в секторе общения может говорить о том что вы будете но несколько официально общаться может быть вам нужно обращаться в какие-то государственные органы там здесь мужчина какой поклоняется иерофанту это символ поклонения обращения за каким-то советом это может быть юридический совет может быть просто консультация какого-то человека который знает больше да в этой области но будьте осторожны потому что 3 9 сектор это еще сектор такой идеологии и вы можете присоединиться какой-то теории философской которая не всегда кажется правильной ну например мое мнение что любые теории они созданы но специально для того чтобы объединять да каких-то людей нельзя сказать что есть правильные неправильные теории все это все равно лишь одна сторона многогранности нашего мира да поэтому здесь вот у вас есть такая возможность слишком податься какие-то на какую-то теорию но на более бытовом уровне да скажем так если вы например не интересуетесь так много там никакой философии и религии здесь что может быть это может быть какой-то мужчина возможно издалека который тоже занимает может быть он преподаватель может быть он просто по своей натуре такой уважаемый человек но он может быть связан узами брака либо у него есть какие-то высокие моральные ценности и общение с этим человеком во первых повысит вас может быть вашу ценность в своих глазах либо вы осознаете но не ждите что если этот мужчина если он например женат то скорее всего он уверен в своем браке и не собирается выходить из этих отношений но судя по этой карте крайне мере он чувствует за это моральную какую-то боль обязательство него в первую очередь перед богом понимаете вот что я хочу сказать здесь вот на более бытовом уровне может быть такое общение такое знакомство что нам скажет четвертый сектор здесь какая-то перепалка какие-то ссоры может быть эти ссоры связанные с недвижимостью у вас может быть вы спорите сами с собой даже да стоит ли вам например переезжать стоит ли вам делать ремонт стоит ли вам вкладывать куда-то деньги а также это могут быть какие-то споры связанные с работой с карьерными достижениями здесь очень возможно весы что вы не можете найти баланс либо почувствуется как-то это именно в июле между домом и работой может быть вы ссоритесь со своей второй половинкой или вы сами как-то себя осуждаете за то что вы не можете успевать все дела делать по дому и также это мешает вашему продвижению по работе или наоборот вы слишком много уделяете времени работе но при этом страдает как-то ваши домашние дела здесь какая-то несогласованность может быть но это не такая сильная карта поэтому я думаю что это не должно вызывать серьезных проблем вот у нас здесь опять выходят жезлы как интересно вот эти две жезловые карты до в секторе скажем так семьи и детей да я сейчас дам несколько вариантов вот если вы вам важно семья дети у вас есть то здесь может быть как-то дети будут оказывать влияние на вашу повседневную жизнь в плане жилища может быть вы ваши дети уже подросли да и требуется отдельные какие-то комнаты требуется расширения и вот такая дилемма перед вами стоит да ваш ребенок хочет занять определенное какое-то пространство в доме либо наоборот может быть он не хочет делать как бы сказать он идет сам своей дорогой по восьмерке жезлов он очень такой целенаправленный вдруг стал ваш ребенок и у вас с ним какие-то споры возникают здесь вот в плане детей семьи могут быть какие-то такие небольшие споры семейные родногласия если же это вообще не связано семьей детьми то это опять же может быть какой-то бизнес либо какое-то творческое занятие где с одной стороны вы знаете куда вы двигаетесь куда вы идете но с другой стороны вы в чем-то не уверены либо ваши творческие занятия может быть вызывают какие-то вопросы у домашних либо вам дома нужно больше места для того чтобы заниматься чем-то да или на работе да в вашем бизнесе но ваше начальство против как бы этого да и для того чтобы вам вот эту дорогу себе открыть вам нужно отстоять какие-то свои права поэтому вот что то такое здесь может быть у весов в июле и посмотрите какая прекрасная карта выходит в секторе тайн секретов подсознательной жизни и и эзотерики это сама тайная жрица в колоде нефертария эта карта называется лапа песса да но это карта вообще в таком секторе говорит что как будто бы весь мир вся вселенная в у вас на ладони как вот у нее видите два два таких бочонка сосудика маленьких да что у вас в руках все потому что вы наконец-то управляете своим подсознанием вы спокойны если у вас есть какие-то даже там не знаю тайные секреты вы знаете что они навсегда останутся только с вами вы прямо как-то что не загадаете ваши мечты сбиваются поэтому конечно по такой карте я сразу рекомендую делать какие-то карты желаний может быть эта карта желаний по фэн-шуй вот я очень рекомендую вообще обратиться в сторону эзотерики может быть вы сами начнете гадать на таро может быть вы рассчитаете свой гороскоп самостоятельно здесь большая самостоятельность вам даже наверное здесь не обязательно обращаться кому-то потому что у вас как будто бы будут достаточно сил и знаний чтобы самому рассчитать себе как еще я слышала такой есть дизайн человека да вот эти всякие теории вы как будто становитесь ближе к себе подсознательно и от этого у вас улучшается здоровье у вас улучшается распорядок дня все вокруг вас вы начинаете больше чувствовать своих домашних вы начинаете общаться с животными с природой вам вообще-то хочется быть ближе к природе к вселенной какие-то всякие тайны разгадок но на более бытовом уровне да и вместе с картой работы например я могу сказать что вы у вас будет очень благоприятная обстановка домашняя на работе вы может быть получите работу даже либо как-то у вас будет такая работа ночными сменами либо это какие-то закрытые организации отели больницы может быть какие-то платные услуги вы начнете оказывать на своей работе до дополнительные ночная какая-то тайная деятельность на работе может быть вам откроют секретность на работе или какие-то такие тайные дела очень удачно вы провернете как на вашем рабочем месте так и вообще даже в личной жизни а что нам скажет колода астрокоды астрокоды это моя новая любимая колода которая состоит из астрологических символов поэтому конечно я не могла ее не включить во все свои расклады и так давайте посмотрим что ждет весов в июле что посоветует нам колода астрокоды эта карта скорпиона еще одна карта до которая таинственная телец то есть на здесь уже ось 2 8 дом это интимные это могут быть интимные отношения тайного характера 4 дома 5 но и давать еще одну карту возьмем почему-то хочется еще взять вспышки на солнце так ну что по поводу 4 дома ладно пусть это будут вспышки которые кратковременные не скоро закончатся не знаю почему вы там ругаетесь со своими домашними может быть с родителями да даже а посмотрите что у нас здесь в личной жизни весы вам конечно эта тема наверное интересно телец скорпион ось любви интимных отношений собственнических энергий поэтому скорее всего вы можете проявлять какие-то такие качества скорпиона либо тельца они оба собственники в общем-то в отношениях и для вас это второй сектор то есть это партнеры которые спонсируют вас либо за счет ваших партнеров вы получаете какие-то новые дивиденды улучшается качество вашей жизни и это отношения вы можете вступать в какие-то интимные отношения это будет важно для вас они дадут вам чувство защищенности удовлетворения и в общем-то это прекрасные карты единственное что только вот здесь у нас партнерские отношения тоже были и это шестерка чаш и этом как правило и это трактуют как отношения из прошлого но иногда это такие искренние отношения как дети наивность какая-то да может быть у вас будет такой партнер встретиться вам именно в июле который снова заставит вас вспомнить о вашей первой любви либо у кого-то это даже первая любовь да такие первые искренние отношения может быть это будет партнер который намного моложе вас но не обязательно намного просто моложе вас поэтому интересный расклад весы для вас здесь у вас любовь и деньги как-то могут быть даже взаимосвязаны ну а по этим картам на четвертый дом и вспышки на солнце это какие-то споры возникающие может быть из-за жилья может быть из-за жизненного уклада может быть у вас вообще есть какая-то недвижимость из которой вы спорите может быть это не связано вообще с недвижимостью но хотя нет 10 4 дом все таки четвертый дом но здесь дом и карьера может быть на работе вас просят занять какое-то положение но повышение там или заменить кого-то вы не хотите и вот это тоже как-то не влияет да потому что вы хотите больше может быть времени посвятить своим домашним делам но вот эта солнечная энергия это конечно энергия либо отца либо вышестоящего человека которые но как-то вот может учат вас жить даже да солнечная энергия может проявляться и по-разному какая-то чрезмерная горделивость вашу сторону со стороны вашего начальства у кого-то да не у всех но в целом это очень хороший расклад для вас дорогие весы на июль 2023 года и я желаю вам чтобы из этого расклада сбылось только все самое лучшее для вас чтобы вы максимально продуктивно провели ваш месяц и до встречи на моих новых раскладах всем пока